Приветствую бойцы! Операции я не собираю, зачем докоплю? Потом скопом соберу. Достиг 21 левела. На 20 левеле дали мне 100 голды. Это вполне неплохо. А мы давайте прочитаем новости и потом полетим в бой. По ангару без изменений, качаю корону. В общем тут ничего интересного нет. Так, вароба трус нам 3 мат разработчиков. Лич, пилот. Будет пилот на лича, понятно. Очень я рад. Так, новая карта. Нравится, не нравится вам. Фан момент. В пиле из 2 лича в равен, вроде бы. Стрим великого Гликмана. Супер мега скиллового игрока. Понятно, он очень опытный, поэтому всех нагибает. И сборки у него народные. Каждый собирает такую сборку. Просто на изи соберете. Тестовый сервер закрыт. Не забывайте в тестовом сервере принимать участие. Видать разработчикам это очень важно, нужно. И неформально подходить. Подходить более тщательно, потому что в последнее время они уже 2 раза подряд дают 800 голды. А 800 голды это довольно приличная сумма. Так что можете немножко свое время драгоценные потратить. Так, это музыка от Миссис Смит. Ну, Миссис Смит у нас примерно одинаковая музыка нравится. Так что слушайте. Могу настоятельно рекомендовать как будто от себя. Варобот официальная группа напишет пилоты, мужчины, женщины. Ну, в общем, она пытается, как бы, чтобы люди писали. В общем, пытается, так скажем, какую-то активность навязать людям. Понятно. И Бреки Ньюс статья вышла от Васи. С Васей у нас одинаковая премьерная позиция. Он расписывает про фэнтезийную, магийную составляющую игры. Игры, напоминаю, техническая про роботов. Как-то даже вот в названии, да, немножко не укладывается в голове. Магическая, фэнтезийная составляющая и техническая игра про роботов. Ну, у нас, по крайней мере, начало такое уживаться. Также мне нравится ютубер Фил. У нас с ним также одинаковые премьерные позиции, одинаковые премьерные взгляды на игру. И поэтому мне и нравится его смотреть. На этом, в принципе, по новостям все. Давайте полетим в бой. Полетим в бой. Ладно, все, обкалываемся в бустеры. Бустеры работают. Гоночка за маяками полетели. Ну, думаю, в эту субботу и воскресенье запущу уже с Тымчанского. По зрению у меня без изменений. В принципе, уже больше месяца после операции прошло, так что можно и часок поиграть. А, и еще. Не знаю, будет ли я смотреть Лакриса или не будет Лакриса. Кайфа отсмотреть. Она написала, когда я сделал видео про Фила, то, что там паренька не переживай, паренек, все нормально будет. Все страдаем. Лакриса написала, сам виноват, надо больше играть. Напоминаю, ну, персонально к Лакрисе не обращался, обращаюсь и к Лакрисе, и всем, кто поддерживает взгляды Лакриса, что нужно больше играть. Напоминаю, что наша игра позиционируется как сессионный шутер. Я про это уже говорил, сессия, то есть, происходит в танках 15 минут, в роботах 10 минут, там, в... Что это за чудо-юдо? У-у-у, так он меня до вас стенд довел. В Красаут, допустим, 5 минут, насколько я правильно помню, или 3 минуты, что-то давно Красаут не играл, или 5, или 3, это называется сессия. Смысл сессии, Пагби 40 минут, или 45, что-то я подзабыл. В мобильном Пагби 20 минут, если правильно помню. В общем, спамить у меня проблемы, нужно не только глаза лечить, но и память. Ладно. В общем, смысл в том, что сессия, на то она и сессия. То, что вышел, повоевал, и пошел с приподним настроением, делать там уроки, там, или мыть посуду, или на работу пошел. А в нашей игре, уж извините меня, сессионным, так, у него вроде бы, у лича, нифига не понятно, то ли в этого лича впились, то ли лич впился. Вот, товарищи разработчики, там, соответственно, хейтеры, ну, я сам, в принципе, хейтерю на игроков, которые стреляют по личу. А вот реально не видно, или ты лич в него впился, другого лича, и можно по нему стрелять, или этот лич сам впился в твоего союзника. Ни хрена не разобрать издалека. Тем более, плохим зрением. Тем более, на телефоне плохим зрением, если вы. Ё-моё. Ну и вот, ладно, будем продолжать бомбить в отношении Лакрисы. Кайфат. В столбик попадаю. Итак, если игра у нас позиционируется как сессионный шутер, мы должны выйти и примерно на равных условиях воевать. Это самый настоящий режим стычка. Стычка это сессионный шутер. Мобильный сессионный шутер, ПВП, называйте, как хотите, там многое там. Называйте, как хотите, так, отвлекаюсь, отвлекаюсь. Кто-то прыгает, что-то непонятно. Это равен, да, прыгает. Называйте, как хотите, но критерии сессионного шутера это вышел и воюешь 10-15 минут на равных условиях. Непременные условия равные условия. Непременные критерии равные условия. А если, соответственно, ты воюешь... Давайте вот так залетим. Говорят, ты обнаглел. Блин, было бы у меня становое вооружение, бы, конечно, он от меня не ушел. А если мы имеем то, что играют у нас пятые левелы против 24-х левелов, напоминаю, в Vault of Tank там тоже и оружие нужно покупать, и двигатели всякие за опыт. Прокачивать не нужно, нужно покупать. По сути, это есть своего рода прокачка. И разброс по уровню идет там плюс-минус 1 левел. Если ты легкий танк, то разброс более большой. Но в Vault of Tank нет такого, что пятый левел играет против 10-го левела. Это в боеве там, если бы такое было бы, игра бы не была такой популярной. А в нашей любимой игре пятые левелы спокойно будут играть против 24-х левелов. 12-мк2 по мнению разработчиков. Ну, или даже 9-й левел против 24-го левела это тоже бредятина. Ну, и дальше-то что? Ты счастлив? Нет? Паренек осчастливился? Ты пилот? Пилот идет. По-моему, он счастлив стал. Ну, лечу на Мэг в наглую. Естественно, на него работают. Ну, что давно пареньков? Леонтьев получается визячий. Главный паренька осчастливил на как он там Равен и Фьюджин и что там играет? Райкини. Аркадий Райкин, да, Аркадий Райкин играет. И, в общем, конечно, разработчики считают по-другому. Есть сессия, 10 минут идет, бои, значит, это сессионный шутер. Тут, в принципе, все идеально. А я вам заявляю свое мнение, естественно, я никто, даже не буду смотреть результаты, понятно, и так все. То, что это ни хрена не сессионный шутер. это стратегия с элементами шутера Бароботс. И Лариса кайфат, не права. Call of Duty в пакб зашел, 30 минут поиграл и ты счастлив. В пакбе в Call of Duty важно умение прицеливаться. Не важно, мобильная версия, компьютерная версия, вообще не важно. Важно умение прицеливаться и твоя выдержка. Ну и, соответственно, понятно, занимать укромные места, прогнозировать действия врага там, то есть думать наперед. Думать наперед хорошо развивается навык игрой в шахматы. В общем, тактика, стратегия и тому подобное. Прицеливание, твоя реакция. И это называется сессионный шутер. Вышел, повоевал в свое удовольствие 15 минут, 10 минут, не важно, 3 минуты или 30 минут. Это сессионный шутер. А то, что творится варобот, это однозначно самая настоящая стратегия с элементами шутера. Есть нужно сначала так неплохо прокачаться, потом уже идти в атаку. Также вы строите свой замок какой-нибудь, не важно какая игра, StarCraft там, хоть там WarCraft. Строите свой замок, запасаетесь ресурсами, покупаете эти юнитов, а потом уже эти юниты идут уже в бой. Улучшаете их, а потом уже ваши юниты чапают в бой и умирают за ваш замок, условно говоря. Также и здесь, какая здесь шутер, важная составляющая. Шутер здесь стоит на втором месте. Сначала нужно улучшить свой замок. То есть, накопить ресурсы там и всякая такая брятина. Тащер, да? Типа тащер. Давайте тащера уработаем. О, фалконский балбесенок. Балбесенок, давай пока. Так что Лариса, в этом плане я с тобой вообще не согласен. Да ты нагибатор, ты мой, радость моя. Посмотрите, что он творит. Он меня разорвал. Вообще просто по-жёсткому, по-жёсткому, ё-моё. Такой дерзкий. Слушай, дерзкий. Забудь ты своего пурсоа. Опа-на. Можно было щит, конечно, включить, Но я немножко так... Мои реакции уже не там. Старею. Стареет киберсоник. Какие у нас нагибаторы в этом бою, а? Так. Понятно. О! Лекарь. Нано-роботы. Нано-робота его убили. Нано-роботы ему не помогли. Ну и давайте паукообразово посливаем. Он, наверное, более опасный враг для моих союзников. А вот еще один паучара. Ну давай, паучара, получай. Да блин, прячется киберспортивный режим ON. Так, больше 100 метров, и тогда он меня в оружии не проклянет. Ну и естественно, топы используют антиконтрол, тогда вообще ничего не проклинается. Щит не включил. И робота потерял. Нет, не потерял, молодец. Так, сзади негодяя есть? Да, есть. Только что в предыдущем бою не на запись играл против фантома, я его не мог убить, представляете. Я же внимательно, естественно, после боя поизучал. У него было два модуля на защиту голдовых, прокачанных, до нельзя. Я думаю, почему парень играет без ластенда? И угадайте, почему без ластенда играет? Да потому что он поставил два голдовых модуля антиконтрол. Вот такая была у него сборочка. Вообще разорвал меня, посмотрите, просто мега-тащер. Все качаем пауков. Разработчики идут к успеху. Видите, какие у нас бои в чемпионской лиге? Пауки, Гаррет и Галлосы бегают. Потом Оресы бегают с ластена без шестого левела фантома. Ну, в общем, просто мега-супер подбор у нас. Честный, честный подбор у нас. Прям как World of Tanks. Поэтому игра такая и популярная. Так, давайте Ореса заводим. Ой, я ее и промазываю, к сожалению. Ну, что же за беда такая-то, а? Меня сейчас Лео убьет. Ай-яй-яй, сливают, заливают, поливают. Из всего, чего можно и нельзя. О! Ой, блин, что-то я произдевал, я мог взлетать уже. Ладно. Чересчур много веселюсь. Итак. О, еще один получара. Давайте его пожгем. А, вон что у тебя. Понятно. А ты знаешь, что огнемет работает сквозь все щиты. Понятно. И такие же квадро... Как бы их назвать-то, культурным словом. Такие же примитивные игроки играют и за мою команду. Как ни странно. Давайте на них полюбуемся страйлер. В принципе, нормальная сборочка. Тащерская. Только он что-то не воюет, нифига. Он боится всего и вся. Дай посмотрите. Там вроде бы там драгун и огнемет. Понятно, что он хочет, скорее всего, второго драгуна. Леонть его жгем, 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 жгем. А паук все по мне заливает и заливает. Включает свой щит. Когда он щит включает, у него атака увеличивается. И мы не можем паука завалить. Раза четыре или пять споткнулся. Спасибо разработчикам за отличную оптимизацию. Или как это правильно называется, когда карты тестируют на перемещение. Пять раз споткнулся, пока спускался. Так, сейчас я буду в стане врагов. Фура на Зевсах. Ну, конечно же, это же чемпионская лига. Так, теперь пора валить. Паук просто нагло уйдет и захватывает маячок. А я включил лечение. По-моему, от Ореса вообще не нужно было убегать. Он где-то в районе первого левела у него прокачка. И он мне вообще никакого вреда не может причинить. Отличненько. Еще один паук. Давай. Ну, бодаться с ним не хочу. Огнеметы мощные. Возможно, он еще и прокачал их. Не знаю. Давай, давай, с тобой пободаемся. Все враги... Опа, зря включил лечение. Все враги лупят меня. А наша команда что делает? Не знаю, что она делает. Но что-то не то, что нужно делать... Во... Что, бой закончился. Победа? Блин. Что-то не то, что нужно делать в шутере. Шутере. Не стреляет, в общем. Давайте посмотрим итоги. 2... Это лучшая игра в мире. Так, и давайте посмотрим всю вражескую команду. Чемпионская лига. Все по чесноку. Ага. Ну, парень идет к успеху. В принципе, вроде бы все нормально у него. Дальше смотрим. Так. По-моему, тоже, в принципе, и так скажем, да? С натяжкой все нормально. 2 500. Тоже парень к успеху идет. 7-мильными шагами. Ну, через год декатрин прокачаешься. Потом оно все устареет, естественно. Но устареет раньше. Понятно. Мы имеем место с идиотом. Ага. Ну, ладно, понятно. Надо скриншотик сделать. Так, давайте его айдшник скопирую. Отлично. Молодец паренек, молодец. Набил он, соответственно, 800. Ну, один раз мне хорошенько по белому дракону сандалил. Прозевалая. Да надо было пораньше взлетать бы. Так, здесь мы что имеем? Япономама. Не скажем, что парень неопытный. Просто с головой не дружит. Так, тут вроде бы что-то качает. Блейз прокачал. Блейз не думает никто качать. Блейз тащит только на роликах у Гликмана. Ну, Гликмана, кто не знает, это самый опасный, самый вредный человек в игре во робот. Он делает такие обзоры, которые, соответственно, потом засирают мозги. И портят впечатление. Здесь просто еще лучше паренек у нас Аркану и Корону бахнул. Здесь, конечно, собрал. Что было, то и собрал, в общем-то. Реденты, Зевсы. А, ну, он совсем новичок. У него вообще ничего нет. И его кидает в мастеров, видите, кидает уже против моего ангара. Давайте посмотрим на мой ангар. Какой в игре вы видели, что сессионный шутер, который, по идее, вышел, просто пострелял. Сессионный шутер. Против такого ангара. Что он может сделать? Причем у меня ангар вообще фуфло. По современным меркам, в общем, фуфлянде. А у этот игрок, Дотс, Дотс, может встретиться, допустим, против, там, два Лича, там, еще, какими-нибудь, два Фантома. И пусть будет Белый Даркон. Так вот, чисто ангар мечты делаю. Два Лича, два Фантома и Белый Даркон. И что он сможет сделать? Ну, он даже, извините меня, пукнуть не успеет в эту сторону. И еще один на Гибатрон. Три четыреста. Ну, вроде бы, как бы, уже играет давно. Три четыреста. Я вообще-то не знаю, как это откомментировать. Было бы там четыреста побед бы, понятно бы, три четыреста тысячи четыреста побед. Собрал какую-то хреноботину несусветную. Я даже не знаю, я даже сомневаюсь, что тут вообще человек, не человек, бот, ребенок. Или, ладно, не буду дальше комментировать, мысль развивать. Но очень весьма странно набил он 616. На это все, пока.